мы уже на паре, пара 8.15 начинается, нельзя опаздывать у нас работа в excel в салвере, в общем мы пока ничего не понимаем Дима тоже ничего не понимает и Нихла вообще ничего не понимает все понемножку понимают и бегают тут друг друга спрашивают вообще пара достаточно интересная по сравнению с другими, потому что здесь есть практические навыки потому что на прошлых парах у нас вообще ничего такого не было и просто прикол в том, что вот например Диме больше нравится и даются предметы в которых бла-бла-бла вот у нас вчера был такой предмет, мы просто разговаривали как нанимать людей на работу и так дальше я вообще такое не люблю, мне больше нравится решать какие-то задачи, вот это мое а вот бла-бла-бла я совсем не умею, а Дима умеет мы разные в этом плане, мы дополняем друг друга так, опять у нас программа, значит тут вводим данные данные у меня какие, да? потом у меня тут такое значение 0.08 вот значение и теперь их нужно ввести в таблицу в общем мы симулируем спрос какую-то там продукцию, неважно вот Дим, ну как оно? легко, но очень много нужно одних и те же самые действия делать сейчас 12, мы закончили и идем на ланч идем на ланч вот а теперь а потом у нас еще одна пара, да Дим? да вроде одна пара а эта пара, которая только что была там, где мы на компьютерах работали там вообще была жесть потому что сначала никто не мог зайти на свою страницу в облаке РТУ то есть Лидического технического университета потом у кого-то что-то, у кого-то не работала одна программа потом, короче, проблема на проблеме то не открывалась, то не запускалась мы хотели открыть карточку в местном банке здесь, да я раньше не любил карточки, я любил наличку вот, но как только я переехал учиться в Европу и я понял, что... и я начала ввести семейный бюджет да, я понял, что карточки лучше потому что здесь вот эти вот монеты евровые вот и так далее они просто не помешаются в кошелек кошелек становится такой громадский что его просто некуда даже всунуть в курточку а еще они накапливаются, ты их не тратишь потом ты не помнишь, сколько у тебя денег и куда ты все потратишь да, это супер неудобно да, здесь только через карточку тем более в Европе то есть при снятии наличных и при пополнении счета нет никакого процента поэтому это очень удобно потому что у нас в Украине всегда есть процент при снятии, при пополнении вообще, при всем все, что ты делаешь все, что ты делаешь с карточкой, ты должен платить процент здесь по свободнее в этом плане поэтому мы обязательно откроем здесь карточку в банке, которая называется Светбанк это шведский банк и кстати про Швецию мы планируем туда поехать в скором времени может, если получится, было бы идеально и мы на день рождения 9 марта поехали мы давно хотели побывать в какой-то из скандинавских стран и билеты в Швецию, в Стокгольм очень дешевые там 30-40 евро ну то есть класс мы думаем, мы по-любому туда полетим либо уже через две недели, либо позже но мы по-любому там будем все, рассказали на камеру, мы же по-любому будем мы сейчас едем в зал где тренируются все наши отгруппники абсолютно все кстати, очень классный зал мы вам его покажем сейчас потому что мы там уже были это самый идеальный, самый лучший зал, в котором я был и я мы отлично позанимались и сейчас я сижу, жду мальчиков тут холл такой есть прям с баром вон бар, нужно купить себе что-то и сидеть кушать если вы совсем уже голодный ну конечно там не очень юридическое питание если честно стоят буэнки и баунти скорее это проверка на прочность мы в супермаркет приехали мы совершили самую большую ошибку в нашей жизни после зала, голодные, мы приехали в супермаркет но пока что мы еще не набрали ничего я вам сейчас покажу, что мы взяли вот наша с Димой мечта просто грилюшница мы ее так называем то есть это делать сэндвичи в ней ну не только сэндвичи, можно что угодно жарить вот мы ее хотели с Киева вообще взять но у нас в Киеве очень здоровая эта маленькая да будем делать сэндвич из чайбата это очень будет вкусно да, на новой грилюшнице стойка с шпротами в Латвии едят шпроты это родина шпрот вот очень привычный нам продукт огурчики дорогие 2.50 стоит а вот мяско кстати мы пробовали уже мясо в Латвии очень вкусное у них мясо очень качественное и без всяких там добавок самое главное ну по крайней мере нет стабилизаторов вот оно хранится 2 дня вот в отличии от испанского например мясо которое хранится может не знаю дней 5 неделю смотрите что у них есть я первый раз такое вижу смотрите специальная мука для вафлей для кексов для пирогов для панкейков для опять кексов оладушки прикольно же смотрите смотрите что здесь есть это же украинские соки и вот все 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 такое же смотрите сколько мы всего набрали сейчас покажу вам покупки наши итак первое это кукурузка там была бондюэль и это это сделано в Венгрии мы решили попробовать мы взяли сыр бри ничего особенного сделан в Франции стоил евро пятьдесят кстати это масло оно стоило евро пятьдесят это а это набор для глинтвейна да я его взяла чтобы сделать безалкогольный глинтвейн это просто корица мы купили грилюшницу значит мы купили чабату чтобы делать бутербродики вкусные мы взяли пельмени да мы взяли пельмени они взяли моих потому что мы пришли голодные в супермаркет не ходите голодными в супермаркет вы потратите намного больше денег чем если бы были сыты но тем не менее знаете я наверное их сейчас съем сок и сок ну в общем то и все нет мы нет не все конечно мы еще купили всякого там для дома там туалетная бумага какие то мусорные пакеты но это все не интересно показать поэтому я вам показала только продукты все мы наели с пельменей я кстати пельмени ел последний раз наверное год назад и мы будем ложиться спать смотрите нас завтра будет очень интересно мы завтра будем на лекции директора DHL немецкого DHL и мы завтра вместо пары едем туда это так нам университет сказал вот но мы в принципе рады потому что это очень хорошая компания возможно что-то полезное для нас там будет поэтому всем до завтра пока